Владимир Юрьевич, можно ли попросить вас представить следующего докладчика? Я с удовольствием, потому что это замечательный наш сотрудник Елена Вячеславовна, которая закончила ординатуру и увлеклась одно время нейробластомой очень активно, очень здорово, но потом волею судеб она попала в поликлиническое наше отделение, где нашла не менее интересное себе приложение, замечательный доктор, который стал еще и в какой-то степени заниматься генетикой, ученым стал. И сейчас очень интересное сообщение, на мой взгляд, она уже заявила как диссертационное исследование клиника генетический полиморфизм и особенности ведения пациентов с генотерматозами. Очень интересно. Пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Для начала бы хотела выразить огромную благодарность организаторам данного мероприятия за возможность выступить на этой сцене. Мой доклад будет посвящен клинико-генетическому полиморфизму и особенности ведения пациентов с генотерматозами с нарушением репарации ДНК. Существует несколько генотерматозов, синдромов с нарушением репарации ДНК, такие как синдром Вернера, синдром Блума, синдром Кокейна. Позвольте подробно о них не останавливаться. Мой доклад будет посвящен сегодня такому редкому синдрому, как пигментная ксеродерма. Пигментная ксеродерма – это заболевание из группы генотерматозов. наследуются по аутасонно-рецессивному типу. Частота встречаемости варьирует в зависимости от популяции. Например, в Японии это один случай на 22 тысячи населения, а в Европе это один случай на миллион населения. Характеризуется повышенная чувствительность кожи к повреждающему действию ультрафиолетового излучения. И самое главное, при данном синдроме высокий риск развития злокачественных новообразований. Патогенез пигментной ксеродермией достаточно сложен и связан с повреждением генов системы репарации ДНК. Существует 8 комплементарных групп генов репарации ДНК, 7 из которых связаны с нарушением процесса вырезания репарации неспаренных нуклеотидов при воздействии ультрафиолета. Такие группы обозначают как XPA до XPG. Восьмая комплементарная группа – это группа XPV. Она ответственна за нарушение пострепликационной репарации ДНК. Существует несколько клинических вариантов пигментной ксеродермы, такие как классическая форма с кожными проявлениями, пигментная ксеродерма с неврологическими симптомами, пигментная ксеродерма с симптомами трихотиодистрофии, пигментная ксеродерма с синдромом кокейна и цереброоколофациоскелетный синдром. Основным клиническим проявлением пигментной ксеродермы является повышенная чувствительность кожи к солнечному свету. Возраст манифестации и характер проявления зависят от комплементарной группы. Например, для компонентарной группы XPA, XPB, D, F и G характерна стойка эритема у младенцев, отёчность с формированием визикул, светобоязнь, слезотечение. Вследствие этого возникает отёк век и гиперемии конъюнктивы, офтальмскрилоз и хелит. Для компонентарной группы XPC – это дети от 2 лет, характерны пигментные высыпания по типу веснушек, лентиго, светобоязнь. Хроническое солнечное повреждение претерпевает стадийность, и у детей более старшего возраста на участках высыпания по типу веснушек появляются участки гиперпигментации или гипопигментации. Тем следствием возникает ускоренное фотостарение, кожа истончается и появляется сухость, тем самым появляется кератоз, а это прямое злокачественное перерождение меланоцитов и керанотоцитов. На данном слайде мы видим фото детей с клиническим признаком пигментной ксеродермы. Это внушено поражение кожи в виде лентиго, участков гипер- и гипопигментации, кератоза. У 20% пациентов с пигментной ксеродермой встречаются неврологические симптомы, такие как нейросенсорная глухота, атаксия, рефлексия, пирамидные и экстрапирамидные расстройства и когнитивные нарушения. Неврологические симптомы характерны для группы комплементарных XPA и XPD. У некоторых пациентов возникают офтальмологические нарушения, такие как светобоязнь, сухость глаз, кератит, помутнение роговицы, атрофия кожи век. Самым главным и основным симптомом пигментной ксеродермы является риск развития злокачественных наобразований, таких как опухоли кожи, базально-клеточная карцинома, меланома, полоскоклеточный рак кожи, ангиосаркома. По данным мировой литературы, средний возраст развития злокачественных опухолей кожи у детей с пигментной ксеродермой – это 9 лет. Эти опухоли отличаются ранним метастазированием и быстрым ростом. Также в мировой литературе описаны другие локализации опухолей у детей с пигментной ксеродермы, такие как рак языка, опухоли центральной нервной системы, рак легких, рак молочной железы. Хотелось бы поделиться нашим опытом. За период с 2010 по настоящее время у нас 5 пациентов с пигментной ксеродермой. Преобладали девочки – это 3 девочки и 2 мальчика. Средний возраст на момент постановки диагноза – это 12 лет. Четверим пациентам проведено молекулярно-генетическое исследование с вегетинированной панели генов. Один пациент от проведения исследования отказался. Патогенные мутации выявлены у трех пациентов. У одного пациента генетический анализ пока еще в работе. Один пациент с вегетинированным семейным анамнезом, у четвероидного брата, синдром кокейна. У троих пациентов развился базально-клеточный рак кожи. Два пациента с плоскоклеточным раком кожи. Один пациент погиб в возрасте 9 лет от прогрессирования основного заболевания. И по данным нашего исследования, средний возраст на момент постановки злокачественного образования – 11 лет. Это шестой пациент с пигментной псиродермой, девочка 17 лет, которая буквально вчера обратилась к нам в клинику на консультацию с клиническими проявлениями пигментной псиродермы. Она проходит сейчас ряд обследований нашей клиники, но диагноз пигментной псиродермия не вызывает сомнений. К завершению хотелось бы сказать, что этих патогенетической терапии пигментной псиродермы в настоящее время нет. Большую роль отводят профилактики злокачественного образования, которые включают в себя защитные мероприятия. Это покрытие пленки, не пропускающие солнечные лучи всех окон в помещении, где проживает ребенок, а также автомобильных стекол. Прибывание на улицу детей желательно только в вечернее, в ночное время. В светлое время суток на кожу следует максимально закрывать одежду из плотной ткани, носить головной убор перчатки, на открытые участки кожи наносить косметические средства с наибольшим фактором защиты от инсуляции СПФ и надевать солнечные очки. Также большую роль отводят профилактики злокачественного образования. Это диспансерное наблюдение. Наблюдение обязательно детского онколога, дерматолога, офтальмолога, невролога. Выполнение дерматоскопической исследований всех участков кожи, которые подвигаются солнечному воздействию, не реже одного раза в три месяца. И большая роль отводится к генетическому консультированию. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Потрясающе интересная патология. Елена, можно спросить вас, если пренатально поставили диагноз, но в сроке, когда уже рождаться, ребенку пора. А дальше что? Но, может быть, это не пренатальная, а предимплантационная диагностика, когда эмбрионы обследуются? Да, конечно. Всем семьям с установленным диагнозом пигментная сиродерма рекомендуется пренатальная диагностика при планировании диета рождения. Пренатальная, спрашивает Владимир Георгиевич. Я говорю, может быть, это предимплантационная? Предимплантационная, да, извините. То есть у них у всех, так же, как, по сути дела, у людей, которые страдают ретинобластом и планируют дед рождения, должно быть фактически проведено ЭКО? Да, всё верно. То есть мы тогда можем провести селекцию эмбрионов и выбрать эмбрионы, которые… Спасибо большое. На самом деле, это очень интересно. Не уходите, пожалуйста, со сцены ещё. Я ещё вопрос. Да, вот поэтому я просто услышала. Скажите, пожалуйста, какие-то попытки по лечению всё-таки пигментной ксиродермы? Потому что понятно, что кожу не уберёшь всё это. Но, тем не менее, какие-то попытки консервативной терапии? Владимир Григорьевич, по данным мировой литературы, есть консервативные методы лечения злокачественных новообразований, возникшие у детей с пигментной ксиродермы. Например, терапия висмодогибидом базально-клеточного рака кожи у детей. Есть такие данные, но это не привело к успеху всё равно. Ну, какой-то результат был? Возможно, было. Надо изучить этот вопрос. Я просто хулиганил в своё время, когда был молодой. У меня было два случая. Три было, но один из них был такой, что там можно было попробовать. В хорошем состоянии ребёнок был. Я им проводил химиотерапию адремицином и цисплатином. И был небольшой эффект, на самом деле. То есть, исходя из того, что это по типу рака кожи, эти препараты работают. Пиапсуророцил, цисплатин, доксорубицин, антрациклин, антибиотика. То есть, в этом плане какие-то попытки всё-таки есть. И вот у меня тоже личный опыт в этом плане есть. Какое-то небольшое было стабилизация, улучшение. Даже какие-то очаги немножечко там стали сокращаться, эпитализироваться. Поэтому, в принципе, поиски надо направлять. Надо продолжать в этом плане всё равно пробовать, мне кажется. А генетика, да? Что-то из действующих моментов надо. На самом деле, это типичная проблема для заболеваний сирот, которых очень мало. И, конечно, на них редко обращают внимание. Хотя сейчас всё-таки отношение к орфанному заболеванию меняется. Но я думаю, что Елена Вячеславовна в рамках своего исследования будет продолжать эту работу. Вот, Елена, скажите просто, а вот та девочка 17-летняя, которая пришла первый раз, она до этого что делала? Ну, не столько она, сколько врачи, которые видели состояние кожи в течение 17 лет. Они считали, что с ней что? Она наблюдалась дерматологом-педиатром по месту жительства. По поводу чего? По поводу лентига, веснушек. Это Херсон, кстати. Ну, во-первых, действительно, это большая проблема педиатрическая насторожность. Мы об этом всё время говорим. Мы слушатели наши, зрители сейчас ещё раз напоминаю, что и Российское общество детских онкологов-гематологов, и сотрудники нашего центра, института выезжают в регионы. И, в частности, проводят лекции по онкологической настороженности. У нас всё время проводятся школы. Потому что, ну, конечно, трудно ожидать, что можно с 17 лет наблюдать ребёнка с подозрением, ну, не с подозрением, а с клиникой, которую вы увидели, называя это лентига. Елена Вячеславовна, много лет назад, может быть, кто-то помнит, был художественный фильм, где две девочки-двойняшки страдали данным заболеванием. И жили они только по ночам, а днём семья вся перестраивалась для того, чтобы они могли так жить. И я помню, что все говорили, что так не бывает. Это какая-то фантастическая история. Вовсе не фантастическая. Елена Вячеславовна – самый фантастический у нас доктор. Она собирает таких пациентов. Это не только данная форма заболевания, но и другие генодерматозы. Дети, с которыми наблюдаются и получают лечение под её контролем. Поэтому ещё один доклад, и мы видим ещё большее объединение и с репродуктологией, и с эмбриологией, и с педиатрией, и с дерматологией. Всё шире и шире наш охват, уважаемые коллеги. Всё интереснее нам присутствовать в этом зале. Всё больше коллег приходят сюда сейчас. Спасибо большое, Елена Вячеславовна. Спасибо.